мой наряд сегодня сережки надела такие жемчужинки их редко ношу но они мне очень нравится кольцо и и платье японского бренда мне детали на нем нравится немножко в таком стиле ренессанса сегодня я иду за книгой художника альберта дюрера когда уже принесу когда уже принесу книгу домой покажу к сожалению я купила пока не ту книгу которую я хочу потому что я не ожидала что так не к которой посмотрела будет вот такой толщины и очень очень тяжелая в этот раз не было возможности ее нести поэтому я купила маленькую но лучше что-то чем ничего кстати я купила еще и гальбейна книгу мне очень нравится его портреты кстати у меня спрашивали задавали вопрос наряду с такими вопросами как любимые фильмы и любимые авторы я оставлю видео где отвечаю на эти вопросы какие мои любимые художники и я не настолько хорошо разбираюсь в искусстве кстати знаете вот лица настолько правдоподобные вот этот художник гальбейн младший он рисовал наблюдая за людьми для того чтобы отобразить на портрете именно то как человек выглядит жизни а не то когда он позирует это мне очень интересно и импонирует поэтому меня заинтересовал этот художник также мне нравится альберт дюрер и как я сказала я не настолько разбираюсь в искусстве как-то поверхностно знаю только о каких-то очень известных именах и художника кстати мне очень нравится автопортрет и его заяц хотела чтобы заяц был большим но в этой книге он маленький так вот а из других художников мне нравится босх анри русо это уже я говорю о более поздних художниках анри русо вообще просто потрясающе для меня тамара олимпийские потому что мне нравится стиль арт-деко танги это художник который принадлежит к все к сюрреалистам и знаете когда я смотрю на сальвадора дали я не вижу того восхищения то есть она мне не возникает я вижу комбинацию босха и и в танги такое ощущение как будто он взял от этих художников а знаете всегда заметно где оригинал где копия конечно это субъективное мнение но мне больше близок оригинал также есть я такой сериалист рене магрид но я не знаю нравится ли мне его работа или нет но мне близко то что они как выглядят очень закончена очень так сказать до закончена выдержана как-то и также мне нравится кузьма и петров водкин вот и все художники которые мне нравятся но как я и сказала я не настолько хорошо разбираюсь это просто мои какие-то ощущения и конечно хотелось бы разбираться больше в искусстве для того чтобы больше им наслаждаться чем больше мы в нем разбираемся тем больше наслаждения мы получаем когда мы ходим в музей музей я люблю ходить и кстати есть плейлист на канале вы можете посмотреть пройти к сожалению очень часто в японских музеях снимать нельзя поэтому это такие маленькие урывки отрывки но и тем не менее что-то у меня на канале есть кстати так интересно вот он альберта дюрера портреты гораздо четче прорисованы с такой точностью очень скрупулезно чем какие-то другие его картины крыло и заяц это исключение но на некоторых картинах я меньше вижу прорисовки как будто бы менее скрупулезно поработано здесь я ответила на вопрос про любимых художников пришло мне кольцо которое я присматривала в одном из видео показывала который какое я хочу кольцо на сайте его ждала потому что не было в магазине который я заходила моего размера я подписалась на рассылку когда появится размер самый большой я все-таки выбрала для того чтобы носить на указательном пальце и вот пришла моя посылка я себе выбрала в режиме подарок потому что сама себе подарок захотелось делать так выглядит конверт и вот здесь лежит кольцо все вот так упаковали красиво розовая ленточка розовая коробка внутри открываем как у меня сегодня удачно ногти подходят к распаковке вот такая прелесть и вот такое кольцо сейчас солнце садится поэтому всю красоту нельзя передать но все равно видно как сияет я так рада что я успела купить это кольцо когда она появилась и появился только размер который я хотела меньше размеров так и не появилась на сайте вот так это выглядит а как это будет красиво выглядеть и дневном свете искусственном освещении сегодня уже следующий день вы знаете я пока вчера просматривала свое кольцо внимательно я подумала что я его сдам и не буду его покупать вообще потому что когда я была в магазине вот вы сейчас увидите о чем я говорю я не видела вот этих зеленых полосок которые сделаны как будто вручную между камнями которые находятся возможно они были но они были очень деликатные здесь я их вижу и они где-то больше а где-то меньше это замазка такая шпаклевка как ее назвать зеленая в разных местах она по разному выглядит вот видите вот эту зеленую замазку между камнями и она выглядит неоднородно конечно я понимаю что производитель это сделал для того чтобы защитить камни возможно это какая-то новая версия новый выпуск чтобы камни сидели на месте но я знаю что я буду это рассматривать если мне это не нравится это мне будет еще больше не нравится потому что я в этом плане очень придирчиво я рассматриваю все досконально и мне важно чтобы было все аккуратно если кольцо сделано в таком стиле где все аккуратно а шпаклевка в таком стиле хендмейт мне это не очень нравится или же это пусть будет хендмейт или же это будет очень такое аккуратное изделие поэтому я его сдам Отнесу И отправлю назад Но зато я его примерила Ощутила, что оно мое И готова от него отказаться Я теперь точно знаю, что Оно из себя представляет И у меня не будет Такого ощущения, что я так его не приобрела Я его приобрела, и оно мне не подходит По каким-то моим соображениям качества Вот такие дела Это уже другой день Я хочу показать, что у меня закончилось Из декоративной косметики и из уходовой Что мне понравилось, что нет Вот такая тушь у меня закончилась Vivienne Sabo Cabaret Нравится она мне в коричневом цвете Но у нее, правда, такая текстура Какая-то жестковатая И есть какие-то частички Иногда, которые попадают в глаз И неприятное ощущение это создает Иногда такое происходит с этой тушью Хотя мне нравится эффект Но мне кажется, формула очень жесткая Не знаю, что вы об этом думаете Кто пользуется этой тушью Следующая из туши для ресниц Это цветные туши, которые у меня закончились Это японский бренд Я поняла, что лучше цветные туши не покупать Если не планируешь ими пользоваться Вот сейчас, в этот момент Потому что вот я купила синюю тушь Просто мне понравились цвета Розовую Но я ими воспользовалась, может, по одному разу Каждой и не пользовалась ими вообще И мне кажется, они подсохли Мне просто придется их выбросить Потому что Они уже не так хорошо красят Да и мне не хочется их использовать Далее, что у меня из туши закончилось Это вот такая тоже японского бренда Она цвета сливого Очень мне нравится Мне японские туши не подходят Из-за своей щеточки Потому что она маленькая Эта щеточка подходит для ресничек коротких Которые смотрят вниз У меня ресницы средней длины И они закручиваются вверх И такие щетки не совсем подходят Тяжело накрасить ресницы И первое время Вот такие туши Они очень сильно много отдают Я наношу млю тем, что я складываю все Прошу прощения Они первое время отдают очень много пигмента И ресницы нужно прочесывать Для этого я купила вот такое вот средство Оно полупрозрачное С красным оттенком Что-то вроде праймера И чем еще мне нравится это средство Я его использовала и перед другими Другими какими-то тушами для ресниц Знаете, когда ресницы еще мокрые После того, как мы умылись Заметили ли вы, что пока они мокрые Тушь наносится не так хорошо Как когда реснички полностью высохли Они получаются более разделенными И красиво прокрашиваются ресницы Когда ресницы мокрые Хорошо пройтись праймером, как я поняла И я использовала вот такой вот праймер Когда я умылась, я нанесла праймер Тогда уже реснички разделились Они не мокрые, не слипшиеся И тушь наносится ровно Красиво И реснички выглядят разделенными Та же самая история, что и с цветными тушами С цветными лайнерами Я не так часто пользовалась этим лайнером синим Но он мне очень нравился Он уже подсох И плохо красит Вот даже сейчас линия не такая четкая Как тогда, когда я только открыла этот лайнер Мне очень нравился цвет Но, конечно, таким часто не пользуешься Если хочется разнообразный макияж постоянно носить Или же натуральный макияж У меня закончилась вот такая тушь для бровей Уже давно от мака Она у меня лежит Я ее нашла в одном из пакетов Очень давно закончилась Она мне, помню, что нравилась Но не настолько прям нравилась Чтобы я ее повторила Не идеальная, в общем, была Но хорошая Хорошо фиксировала брови И прокрашивала слегка волоски Не было много пигмента на волосках Кто любит такой более натуральный эффект Тому понравится Из декоративной косметики у меня закончился Вот такой вот жидкий хайлайтер От Коген До У меня есть тональная основа И хайлайтер мне тоже очень нравился Он очень сияющий Но при этом нет здесь больших частичек Выглядит очень красиво При искусственном освещении При дневном освещении Дозатор выдает очень много средства Потом некуда девать это средство Потому что достаточно, наверное, даже не пол нажатия А треть Совсем слегка нажимать на этот дозатор Очень мне понравился этот хайлайтер Его можно было наносить перед тональной основой Будет такой сияющий эффект Эффект подсвечивания кожи Этот хайлайтер я бы даже еще раз повторила Кажется, есть еще оттенок розовый у них Здесь 15 мл, по-моему 18 мл Закончилась база японского бренда Мне она очень нравилась Я буду еще раз ее повторять Это моя уже вторая баночка Оттенок 02 Можно вообще потом не наносить тональную основу Если у вас кожа не требует Какого-то дополнительного перекрытия Или вы не хотите перекрывать Как-то очень кожу Есть подсвечивающий эффект Немножко она делает тон кожи светлее Если вам это нравится Последнее время у меня лицо темнее, чем шея и все тело Поэтому мне нравится использовать это средство Потому что как-то выравнивается тон кожи лица С тоном кожи на теле Очень нравится эта база Такое ощущение, как будто бы кожа очень хорошо увлажнена Она светится изнутри Это, наверное, одна из самых лучших баз Которые я пробовала, если не самая лучшая Вообще я не так, чтобы любитель баз каких-то Я чаще наношу просто SPF и затем уже тональный крем Но эта база мне очень понравилась Здесь, кстати, есть SPF 44 PA 3+. У нее большой расход, поэтому 30 грамм достаточно быстро заканчиваются Мой любимый оттенок лака для ногтей Вот такой вот фиолетовый Я помню мой первый лак для ногтей Это был мамин лак фиолетовый Он был примерно такого же оттенка, но он был интересней Он был что-то между синим, фиолетовым и... Да, между синим Что-то такое уходящее в синий Я не могу найти такой оттенок лака Если вы знаете фиолетовый, который уходит в синий Который, знаете, прям передает 80-е То напишите мне в комментариях Я бы хотела приобрести такой лак Вот этот приближен оттенок, он мне очень нравился Но если я найду тот оттенок, который в моей голове Который я представляю, это будет идеально Лак хорошо носится, наносится Выглядит глянцевым на ногтях Но я все равно использую верхнее покрытие Для того, чтобы лак держался дольше И этот глянец был ярче Но мне лак все равно понравился Я даже думала приобрести какие-то другие оттенки Но мне не понравились другие оттенки от Revlon Закончилась у меня вот такая водяная пудра Cushion Это средство, которое матирует лицо Выглядит как Cushion Прозрачное полностью Знаете, это похоже на праймеры для лица Которые можно носить до тональной основы И после тональной основы Но конкретно этот праймер наносится на тональную основу Уже когда сделан макияж Когда хочется подправить макияж Это что-то вроде матирующих салфеток Но с эффектом скрытия пор Клоро-ширенные поры очень понравятся Мне очень понравилось Потому что хорошо действительно скрывает поры И при этом убирает жирный блеск У меня закончился контурный оттенок Уже не видно даже, что это за оттенок Это Baby Don't Go от MAC Очень хороший был контурный оттенок Видите, я его использовала полностью Там были крошки, которые я также использовала до конца И этот оттенок вообще незаметно на коже Если у вас оттенок кожи примерно как у меня Вам подойдет этот оттенок в качестве контурирования Если же темнее, то скорее всего не будет на вас видно этот контурный оттенок На светлой коже также будет выглядеть как естественная тень Мне очень нравился этот контурный оттенок Очень Те, кто не пробовали, обязательно попробуйте Я думаю, вам понравится Даже если у вас есть какой-то контурный оттенок Который вам нравится Возможно, если вы приобретете этот Попробуйте, вы не пожалеете, что вы добавили его в свою коллекцию Я так думаю Музей выглядит очень стильно Как это часто и бывает в токийских музеях Но не только токийских Многие музеи выглядят как... Само здание выглядит как произведение искусства Снимать внутри нельзя Но я иду вот на эту выставку Свеча замечательно подходит к тому, о чем я буду говорить Потому что эпоха романтизма, мне кажется, ассоциируется со свечами Потому что все картины как будто бы освещены свечой Хочу сказать пару слов, пока не село солнце Пару слов о выставке, на которой я была В основном там были представлены Здесь написано Картины Жан-Батиста Камиль Куро Это известный французский художник Там были и картины, и зарисовки В основном были его картины Но также и другие Некоторых импрессионизмов Был, кстати, Клод Моне Пару картин И прежде всего я шла для того, чтобы посмотреть на оригинал Подсолнухов Ван Гога Которые вы сейчас видите на экране Картина была за стеклом Очень далеко Но ее можно было сфотографировать В отличие от всех остальных картин Которые были представлены И еще пару картин можно было снять Или сфотографировать на камеру Конечно, в основном были представлены картины Как вы знаете, если кто разбирается Эпохи романтизма, вот как здесь И мне не очень нравится такой тип картин Вообще мне не нравится стиль романтизма Вот эти коричневые тона Зеленые и голубые, которые преобладают Но я шла прежде всего за картиной Ван Гога Кстати, я вот беру вот такой вот лист Где обозначены все картины Которые представлены на выставке И отмечаю их кружочком Или как-нибудь еще Для того, чтобы потом Может найти эти картины в интернете Но чаще всего, кстати, не найти картины Которые ты видишь в японских музеях Вот несколько картин мне понравились Напишите, нравятся ли вам Картины эпохи романтизма Или вообще Какие художники вам нравятся? Если не художники, то может какие режиссеры? Если не режиссеры, то Какие авторы? Мне будет интересно почитать В любом случае Мой наряд сегодня Такое платье Это японский бренд Рюкзачок, который я уже давно не носила Сиба и Клои Он такой живучий Такое хорошее у него качество Моя самая удачная покупка Сегодня я немного так убрала назад волосы Часто стала так делать Невидимками закалывать С этой стороны я две Невидимки Закалываю И с этой стороны одну И они на разных Уровнях Мне так комфортнее Сережки вот такие Вы уже видели Это все мои украшения И у меня еще будет На путь туда Обратно я уже сложу Вот такая сумка Здесь у меня лежит обувь Которую я хочу Отреставрировать Одна из них Это Просто шлепки Которым нужно сделать подошву И другая это Как же они называются Когда делаешь видео Еще больше начинаешь Нервничать Когда что-то не вспоминаешь И легче выключить камеру И тогда вспомнишь Выключаю Решила показать Я буду ремонтировать Вот эту часть Потому что она Порвалась Здесь вот дырка появилась Вот очень хорошие Порвались у меня Я их часто носила И я зайду В свою любимую чайную Сейчас лимитированное Порфе С дыней А следующая будет С персиком Я вообще слежу За их лимитками Очень уж мне нравится Эта чайная Мой наряд сегодня Резиновые сапоги Сапоги-ботинки Да Конечно Летом хочется Что-то более открытое Но Зато не затекает вода Если бы это были балетки Балетки резиновые Я тоже видела Продаются Разных брендов Зонтик Зонтик такой Везде В каждом комбине Можно купить В Японии Прозрачный Хотя в детстве О нем мечтала Такой вот Рюкзачок Сиба и Клоя Платье очень классное Мне нравится Японский бренд Детали мне очень нравятся Здесь Конечно же Надену маску Без этого В Японии Никуда Часы тоже надела Одно кольцо И сережки Когда снимаешь Что-то черное Это всегда Какие-то сюрпризы Потом видишь На кадрах Какую-то пыль Или еще что-то Чего в жизни Не видно Я с собой Ношу Обычно Я сюда кладу Свою помаду И пудру В этот рюкзачок Но Чаще я все Складываю в косметичку У меня здесь Лежит Пудра Вот такая Это уже Моя вторая упаковка Мне она очень нравится Это бестселлер У Кенмейк Все ее покупают Маршмайлоу паудер Сейчас они поменяли Упаковку Ой Сейчас они поменяли Упаковку Она по-другому Немного выглядит У меня еще Эта пудра Не закончилась Но здесь уже есть Дырочка Мне очень нравится Эта пудра Также у меня С собой лежит Блеск Лиза Элдридж Это оттенок Бьюти Чем хороша Эта пудра Что она полностью Затирает поры Такое впечатление Как будто бы Кожа Действительно Выглядит Как маршмэллоу Действительно Действительно Продолжение следует... Продолжение следует...